В Казахстане существует большое количество программ поддержки предпринимателей, стартаперов. В прошлом выпуске нашей программы мы говорили о программе грантового финансирования инновационных проектов на 2018 год. Сегодня тема также интересна и уж очень, надеюсь, полезна для вас, уважаемые зрители. Гость в студии – директор регионального филиала фонда развития предпринимательства ДОМУ по городу Астана Абдулла Нурсултан Арстатула. И поэтому разговор пойдет о программах фонда – обучении, кредитовании, субсидировании и гарантировании. От обучения к гарантированию – так мы назвали сегодняшний выпуск программы. Добрый день, Нурсултан, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, Тьмур, здравствуйте, дамы и господа. Первый вопрос. Какие программы сейчас представлены в фонде ДОМУ? В целом у фонда имеются на текущий момент четыре основных инструмента поддержки. Первый инструмент поддержки – это субсидирование, процентные ставки и вознаграждения для предпринимателей. Что это означает? Это означает то, что фонд берет на себя часть по погашению вознаграждения перед банком. То есть, к примеру, если предприниматель получает кредит по ставке 14%, то в городе, если он подходит под приоритетный сектор экономики, 40% от этой ставки, это 5,6%, берет на себя фонд в течение пяти лет. И оставшиеся 8,4% разницу закрывает сам предприниматель. То есть, грубо говоря, в течение пяти лет фонд оказывает ежемесячно такую поддержку на самом старте. Кредит может быть больше, там, на 7, на 8, на 10 лет, но именно на первые пять лет фонд оказывает такую поддержку. Это вот в рамках инструмента субсидирования. В рамках этого инструмента подходят проекты по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Также у нас есть программа по стимулированию застройщиков. Это «Норвежер» программа. И программа «ПроОН», она запущена недавно, в прошлом году. Создана для проектов по энергоэффективности. В рамках него субсидируется 10% от ставки вознаграждения. То есть, это очень выгодные проекты. А каким образом здесь регулируются риски по всем направлениям? Понятное дело, что на сегодняшний день никто ни от чего не застрахован. И если уж действительно перекрывается такой довольно весомый процент перед банками, это ведь большие риски. Всякое может случиться. В данном случае мы смотрим на соответствие критериям программы. То есть, не рассматривается объект, точнее проект, как инструмент риска. То есть, рассматривается проект по критериям соответствия условиям программы. Если клиент полностью подходит, как фактически, так и документально, то мы его будем субсидировать. То есть, это идет именно поддержка предпринимательства именно со стороны государства. Вторым инструментом поддержки является эта программа обусловленного размещения денежных средств в банках. То есть, согласно данной программе, фонд размещает денежные средства в банках второго уровня, либо в микрофинансовых организациях, лизинговых организациях. При этом ограничивая конечные ставки для заемщика. То есть, если, предположим, программа продуктивной занятости массового предпринимательства, это ЕНБЕК, запущенная в прошлом году, в 2017 году. То есть, в рамках нее предприниматель может получить кредит по ставке 6% без никаких сверху излишних комиссий. То есть, 6% и все на этом. Ну, здесь вот, простите, в рамках этого направления сказано о том, что участниками могут быть безработные, самозанятые, начинающие и действующие предприниматели. То есть, список довольно большой. Каким образом безработный может стать участником программы? То есть, здесь идет речь об обучении этого человека? Изначально программа была инициирована для снижения уровня безработицы. То есть, и поэтому и была продумана такая низкая ставка, во-первых, для стартапера. Она была очень выгодная, так скажем, на рынке. Кроме того, в этом участвовало Министерство труда и социальной защиты. И один из документов, необходимых для получения данного кредита, является получение справки о том, что человек является неработающим. То есть, в связи с этим и в этом списке указано, что это лица неработающая. На текущий момент, в мае месяце, были внесены изменения в данную программу. И участвовать в программе могут только предприниматели с регистрацией до трех лет. То есть, ИП, либо ТТО, но с регистрацией до трех лет. То есть, действующие предприниматели уже не могут участвовать в данной программе. То есть, могут только начать стартаперы. Также одно из направлений – это гарантирование. Что имеется в виду? В части инструмента гарантирования. То есть, вот как бы… Можно я немного вернусь к тому вопросу программы условного размещения? То есть, в рамках него, то есть, как под 6, там 8,5% предусмотрены кредитования. Ну и вот, например, по программе Янбек, если мы вернемся теперь к теме обратной гарантирования, то фонд может предоставить свою гарантию в случае нехватки залогового обеспечения у заемщика. Что очень немаловажно на текущий момент, так как многие стартаперы, либо действующие даже предприниматели для реализации проекта часто не хватает залогового обеспечения. В свою очередь, фонд по программе «Дорожная карта бизнеса» может предоставить свое залоговое обеспечение в виде гарантии по займу до 360 миллионов. То есть, и размер гарантии до 50% – это 180 миллионов в тенге. Эта гарантия предоставляется бесплатно. По программе Янбек гарантия предусмотрена до 85% от суммы займа. То есть, на разницу 15% предоставляет сам заемщик. Очень просто, что называется, на пальцах. Представлен определенный проект. Ну, не я, давайте, гражданин Энда представил проект, получил гарантирование от фонда Дому, еще раз вернувшись к рискам. Ну, не получился проект. Объективные причины – форс-мажор, еще что-то. Каким образом это не то, чтобы регулироваться, как можно от этого обезопаситься? Ведь это, ну, на самом деле, человек или компания назвала себя банкротом. А деньги-то потрачены, больше того, государственные деньги. Объясняю вот в этом направлении. Инструмент гарантирования включается после одобрения кредита банком. То есть, банк одобрил, например, кредит на сумму 100 миллионов. Из них гарантия будет 50 миллионов, 50 миллионов будет гарантия залогообеспечения со стороны клиента. После того, как данное решение было получено, о финансировании, оно приходит к нам в фонд Дому с сопроводительным письмом и сопровождающими документами, где фонд рассматривает вопрос о гарантировании данного проекта. По займу до 180 миллионов, именно займу, фонд рассматривает в течение пяти рабочих дней. Это считается, как у нас, экспресс-гарантия. По займам свыше 180 миллионов тенге. Это уже как индивидуальная гарантия. Здесь, опять же, простите, уточняю еще вопрос. Участниками могут являться только те, кто является начинающим предпринимателем. Нет, вот разделю, да. То есть, в данном случае по начинающим предпринимателям, по дорожной карте бизнеса эта сумма должна быть не более 20 миллионов тенге. И по программе Янбек это не более 8 тысяч МРП. То есть, на текущий момент это чуть более 19 миллионов тенге. Это стартаперы. В рамках действующих предпринимателей, то сумма по кредитованию для получения гарантии не более 260 миллионов тенге. И при этом гарантия составляет 180 миллионов. То есть, вот такого плана идет формат работы. То есть, в этом смысле, скажем так, риски, они учтены? Мы со своей стороны рассматриваем, конечно, этот проект. То есть, это не так, что проект нам пришел по гарантированию. То есть, в этом и разница между субсидиями и гарантиями. То есть, если по субсидиям мы смотрим проект на соответствие условиям программы, то по гарантированию мы смотрим сам проект, проводим финанализ, смотрим его будущие потоки, кэш, флоу. Потом рассматриваем залоговое обеспечение, что предоставляется. Сколько правильно это было оценено. Зайдем свое заключение экспертное. И только после этого мы выносим на вопрос на кредитный комитет, в рамках которого выносится решение об выдаче гарантии, либо же отказе. Вот в рамках субсидирования, в рамках гарантирования, после принятия решения фонда, после выдачи банком кредита, есть ли какое-то сопровождение со стороны фонда данного предпринимателя? Или же он до конечной точки доходит сам и уже после этого возвращается к кредит? Изначально, когда у предпринимателя появляется желание, скажем говоря, получить кредит, я советую обращаться в фонд ДОМУ в Центр обслуживания предпринимателей. Как я уже озвучил, есть 18 центров по стране, в котором консультанты возьмут данный проект на сопровождение. По каким направлениям? Сопровождение до ведения, до финансирования. То есть у консультанта есть свой KPI, в рамках которого он должен его довести, предположим, за квартал, энное количество проектов. Это в том числе консультирование? То есть изначально он консультирует, потом они обмениваются контактами, его забивают в нашу базу, и консультант подбирает ему нужную программу под его проект. То есть программы разные, и поэтому, учитывая, что не все предприниматели могут знать какую-то из программ, то есть он рассказывает про свой проект, а уже консультант подбирает под нее, предлагает, если несколько программ подходят, то эти несколько программ. Тут уже на усмотрение, естественно, самого предпринимателя, он выбирает вот энную программу, его направляют в какие-то определенные банки вместе с ним, сопровождают его, то есть если это... При этом заранее узнавая, например, в банке, есть ли эти денежные средства или нет, после этого собирается пакет документов для подачи заявки в банк. То есть в этот список входят в основу это бизнес-план, учредительные документы, документы самого заемщика, документы на залоговое обеспечение, какие-то финансовые документы. Ну вот в основном перечень документов обычно стандартный. Консультант помогает все это собрать, составляет сопроводительное письмо и направляет клиента уже в банк с официальным, с пакетом документов, сформированным уже полностью, чтобы предпринимателю было легче все это уже разговаривать с банкирами, так скажем, на одном языке. После того, как банк рассмотрел этот кредит, при благополучном решении, положительном решении, решение уже приходит в фонд, и тот же консультант уже у него идет за счет в части одного проекта, то, что он его довел до финансирования. То есть предприниматель не остается один на один с банком, он как бы сопровождается весь этот период. Но после решения вы оставляете это предприниматель? Нет. То есть если же необходима гарантия, то в нашей автоматической серверной системе клиент переходит на следующий шаг в подразделение субсидирования и гарантирования. То есть в рамках которого уже рассматривается вопрос, если это необходима гарантия, то вопрос о гарантировании. Другой менеджер субсидирования и гарантирования рассматривает этот проект в части гарантии и уже выносит его на кредитный комитет. Именно кредитный комитет фонда для получения гарантии. После того, как гарантия была получена, подписывается трехстороннее соглашение между заемщиком, банком и фондом. И банк уже производит выдачу денежных средств. Вот заветный, как говорится, кредит получен, да. День X настал. Вот в дальнейшем, насколько предприниматель может рассчитывать на консультацию, помощь, поддержку фонда? В чем еще вы можете оказать ему содействие? У нас часто клиенты, получив один кредит, обращаются в дальнейшем за расширением, то есть просят деньги на оборотные средства, то есть помочь оказываться действия. То есть у нас не ограничены, например, какие-то программы, в части того, что он получил один раз, и он не может больше получить. То есть он может, если не получить по одной программе, попробовать получить по другой программе. Или в другом банке. То есть в этом плане спектр большой, либо закрыв здесь кредит, он может получить, попробовать кредит на больше, на более большой кредит уже в другом банке. То есть в этом плане мы всегда открыты для сотрудничества, для сопровождения, всегда готовы встречаться, обсуждать любые там новые вещи, может быть новые проекты, новые направления у клиентов. Вы знаете, у нас есть традиционная рубрика «Бизнес кейс». Мы сейчас на секундочку прервемся и потом вернемся в студию. Оратору не требуется привлекать внимание слушателей фразами «Не отвлекайтесь», «Послушайте меня» и так далее. Владение основами ораторского искусства дает ему такую возможность. Нет сомнений в том, что слушать внимательно и с удовольствием будут человека, обладающего четкой грамотной речью. Хорошая дикция нужна не только работникам средств массовой информации и публичным людям, сотрудникам колл-центров или консультантам. Хорошо поставленная грамотная речь – одна из необходимых составляющих карьерного роста, в тех сферах, где общение с людьми не избежать. Хорошо, Нурстан, мы продолжим. И в таком случае, какие же сроки принятия решения, например, по кредитованию? То есть там ведь все регламентировано и нет волокита этих процессов. В части гарантирования, как я уже сказал, то по займам до 180 миллионов тенге мы рассматриваем гарантию до 5 рабочих дней. То есть у нас есть своя система электронная для голосования. Не собирается какой-то определенный день, когда проводится кредитный комитет. В день получения заявки менеджер заводит его в систему и направляет там по службам. То есть у каждой службы есть определенное время для рассмотрения и предоставления своего заключения. И вот, грубо говоря, шагами, шагами, шагами мы доходим до, например, на четвертый день до кредитного комитета. И когда на каждого члена кредитного комитета выпадает эта задача. И он уже ее может проголосовать сейчас, если у него есть возможность посмотреть проект. Либо же позже, либо даже вечером, например, сидя дома за планшетом, он может проголосовать. То есть в этом плане у нас эта система цифровизирована. То есть голосование ведется через электронную цифровую подпись. То есть у каждого члена он подписывает и визирует этот протокол в дальнейшем. То есть в течение 5 рабочих дней принимается решение по займу до 180 миллионов тенге. С выше уже рассматривается на уровне правления фонда. Ну потому что, естественно, риск выше по займу. И уровень понятия, естественно, выше уполномоченного органа. В рамках него рассмотрение ведется от 2 до 3 недель. То есть это по-разному бывает. То есть все зависит от того, как отработан проект. Все зависит от сложности проекта. Бывает, что необходима какие-то дополнительные информации. Бывает, что быстрее это рассматривается. Но это не более 3 недель, так или иначе? Нет. То есть это обычно, то есть из практики, я говорю. Как рассматривать вопросы из практики. После того, как принято решение, то есть там занимает 2-3 дня. Это уже устранение замечаний каких-либо и подписание договора гарантии. В таком случае следующий вопрос. Кто же все-таки может быть участником данных программ? То есть мы по сегментам, если простым языком говорить, да? То есть, понятное дело, это сегментировано. Есть определенное направление, по которым тот или иной предприниматель может обратиться. Ну, у кого-то оборотки не хватает. У кого-то стартап, да? То есть только-только начинается. Но вот есть ли какой-то некий срез населения? Кто из участников процесса могут участвовать в данных программах? Мы с вами говорили о том, что это стартаперы. Мы говорили о том, что это предприниматели. Кто еще? В целом участвовать могут юридические лица. То есть это ИП, ТО, АО. Это основной критерий для вхождения в участие. Для каждого из этой категории. Если стартаперы, то программа массового предпринимательства и продуктивной занятий Инбек. По рамкам дорожной карты бизнеса, опять-таки. Есть программы местные, региональные программы. В рамках них также есть разделение. Астана Бизнес, которая финансирует ресторанную сферу. Астана Ритейл, которая финансирует магазины. То есть у нас обширный спектр программ, под которые мы можем подобрать. То есть для этого, я говорю, первоначально, если есть желание открыть бизнес, есть проект, то мы просим предпринимателей обращаться сначала к нам, а потом уже от структурированную сделку, уже можно проект направить в банк. Как правило, все равно тот или иной предприниматель и юридическое лицо компании, она все равно для себя должна принять решение, насколько ей это интересно. У нас ведь все равно решение изначально принимается самостоятельно, а уже потом мы идем заинформированием. Но может быть даже наша сегодняшняя программа, она и откроет завесу и интересующиеся придут. Мы часто проводим какие-то круглые столы, так скажем, неоткрытых дверей, с банками совместно, в офисах банков. То есть это все освещается. В Фейсбуке освещается то, что вот такой-то день проводится такое-то мероприятие, совместно с Акиматом, совместно с Нуротаном. То есть на их площадках мы также проводим эти консультационные мероприятия. Ну начать, в принципе, по-моему, можно уже с сайта. И там есть первоначальная информация, которая поможет определиться, интересно это или нет. Кроме сайта, мы фонд недавно разработал систему чат-бота в Телеграме, в приложении Телеграм. То есть на текущий момент там базовые вопросы, на базовые вопросы он может ответить уже. В таком случае, по каким из ваших проектов, направлений фонда Даму сегодня наибольшее количество участников? Наибольшее количество участников, конечно, это по программе Дорожная карта бизнеса 2020. То есть это очень большая программа, она запущена в 2010 году и имеет обширный спектр предложений, так сказать, инструментов для работы. Там имеется по ней как региональное финансирование, так и финансирование в городах. И также предусматривается вот это вот обучение, все это академия стартап, академия консультирования, все это вот в этой большой программе и, естественно, по ней наибольшее количество и проектов. Хорошо. Если заглянуть в будущее, по каким направлениям ожидается, ну, бум, что ли, так скажем? То есть какие направления сегодня наиболее окажутся перспективными и привлекательными? На текущий момент я скажу, что вот именно в части Астаны очень много проектов детских садов, стоматологических клиник, также... Это в рамках какой программы можно в этом подчеркнуть? Дому, микро? Это в рамках Дорожной карты бизнеса. Все-таки мы вот как бы только вокруг нее пока... Нет, нет, то есть, да. В прошлом году, в 2017 году запущена вот программа то, что инбек. В рамках нее она безотраслевая. И предприниматели открывают проекты в разных сферах. То есть магазины, опять-таки, какие-то школы начальные, там, ну, в смысле, образовательные центры. Такой вопрос. Стартап-академия. Ну, мало только, как говорится, поддержать финансово. Довольно часто сегодня, на сегодняшний день принято делиться знаниями. И в этой связи проводится ли какое-то обучение предпринимателей, консультирование, может быть, направление, по новым направлениям, каким-то трендам. Может быть, даже в сфере маркетинга, того же самого бухучета, да, то есть обучение новым, каким-то автоматизированным процессом. Как с этим дела обстоят? Я знаю, что этим занимается НПП. На текущий момент обучение, четвертое направление дорожной карты бизнеса в части обучения, в части консультирования именно юридических услуг, бухгалтерских, составление бизнес-плана и составление интернет-сайта визитки. Это передано в палату предпринимателя, это Микен. И в рамках нее, это все проводится на бесплатной основе, в рамках обычного стандартного консультирования, они помогают предпринимателям, начинающим особенно, это очень необходимо, составить вот эти все вещи. И помогают понять, насколько оценить, так скажем, свои риски, свои возможности в открытии бизнеса. Потому что все-таки, как мы не раз говорили по поводу рисков, очень важно трезво их оценить. То есть, насколько предприниматель готов морально именно к открытию. Потому что все-таки бизнес это очень сложная вещь. И не каждый, наверное, сможет решиться сначала, а потом еще и как бы довести это все дело до конца. То есть, потому что это уже собственное дело, это уже что-то новое для многих из нас. Потому что многие привыкли работать где-то на кого-то. И когда ты приходишь, каждый день утром выходишь, вечером приходишь на работу. Да, да, да. И больше времени затрачиваешь на свой проект. Да. Ну, что там, спасибо большое. Ну, мне кажется, это два крыла одной птицы. С одной стороны, при помощи Национальной палаты предпринимателей, что называется, информирован, значит вооружен, осведомлен, значит вооружен. Ну, и с другой стороны, если вдруг действительно хочется не то, чтобы рискнуть, а вывести свой бизнес на новый уровень, то тогда можно обратиться в том числе и в фонд Дому. Спасибо большое, что пришли поговорить на ту интересную тему. Успехов вам в делах и как можно больше поддержки предпринимателей, возможности поддержки предпринимателей в Казахстане. Дорогие друзья, меня зовут Тимур Сержанов. Это была программа «Бизнес-школа». До новых встреч в эфире. Всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин